Ну, как мне хочется? Ну, я, говорит, попробуй, может, я отпрошусь. Я говорю, Игнатий Тихонович хотел бы связаться, и мы, говорю, хотели бы вот с этим сферами связаться. Он говорит, у меня, к сожалению, нет его координатов. Я говорю, а где он живет? Он живет в Нюрнберге, оказывается. Я говорю, ну, вот. А они в Нюрнберге, говорю, поехали. Ну, мне Николай... Это Карл Васильев, который про него спрашивал. Да, да, да. Он какой-то там богослов, доктор или что? Он был католик и перешел в православие. Ну, да, католик. Я думал, что-то в литератии. Да, он был католик, но он был богослов. Он сильно глубоко занимался изучением вот этого, ну, истока в православии, потом учения вот этих. И он через это, он понял, что истина-то в православии. Это хорошо, что он понял. Да. Но главное, до чего семинарии кончают, я с семинаристами беседую, у них одна задача. Научиться оправдывать любое беззаконие и зло. Оправдывать научно, чтобы никто его не смог опровергнуть. Что угодно могут оправдать. У нас был в Вюрсбурге целый приход. Николай, под это не ходи, тут съемки твои, наклонись. Отец Петр Планк, он сначала умер, покойный. Он тоже был католическим священником, очень сильный проповедник. На немецком языке, очень хороший проповедник, я слышала его, ему прямо синхронно женщина переводит. Он тоже перешел в православие и весь приход за собой перевел в Вюрсбурге. Ну вот, там у них очень много евреев в этом приходе. Он еврейский, можно сказать, приход. Ну, он, конечно, православный, но своеобразный, с каким-то уклоном характерным. А какой уклон? В чем заключается? Ну, они же как к миру привязаны. Кому? Ну, мирские, вот это вот все. Это не уклон, это обмерщенность, омерщенность, омерщенность, это кладбищенский дух. Да. И бывает так при... А считают они себя, что православные. Ну, вот, на мой взгляд, ну, они так, хорошие, добрые, такие, отзывчивые, очень доброжелательные, всех любят. Вот. Ну, а у них тоже... А живут по стихии мира. По стихии мира, а не по Христу. То, что любят друг друга... Вы не думаете, что в фашистской Германии, так назовем, прошлую жизнь, не любили друг друга? Они очень любили немцы друг друга. И среди коммунистов были такие люди, любящие друг друга, хорошие семьи у них. Вот так. Так это не главное. Главное, насколько человек любит Бога, Христа. Что ты соскочила-то? Игнатий, мне еще надо людям позвонить. Я не всем дозвонилась. Так ты подожди, тут вот какое надо дело. Какое? Мне, который ты... Услышала мой авточледчик, я же ей сказала. Она мне звонит, что такое, что случилось? Я говорю, что Игнатий Тихонович просит общения, извинения, что он не может приехать. Потому что, говорит, у нас намечено много, а времени мало. Но я ей объяснила, она говорит, да, конечно, это невозможно. И туда, и сюда, и вернуться в пяти часа. Нет, он уходит на работу. Он уходит на работу в ночь. Я ей сказала, она не будет лежать и к нам. Она говорит, ну, приехали, но он уходит на работу в ночь. Мы с ней по скайпу разговариваем. А, ну, а я говорю, вообще говорю, вы же намерите, хотели бы во Франкфурт попасть? Да. Ну, там, в принципе, 50 километров. Невозможно. Невозможно, мы туда не поедем. От нее до Франкфурта 50 километров стоит? Никак, во Франкфурт мы не едем. Это в ту сторону совершенно не по пути. Мы завтра сразу на Прагу уходим. Так вот, понимаете, Прага, она примерно в одном же направлении с Берлином. Там недалеко, вот можно так же. Вот этой же обратной дорогой вернуться. Не все по этой дороге. Придется где-то и свернуть. Ну да, там нужно будет завернуть. Там 30 километров от десятки до Берлина. А на Прагу уже надо вниз уходить. А на Прагу от нас близко, вот через Хов. Можешь еще от вас под другой дорогой выйти на Прагу? Ну вот по 173-м автобану, я думаю, это же Чехай, Чехословакия, наши все в ней ездят. Ну это как навигаторам покажете. Я потому что подробно вам не могу объяснить, только приблизительно. Ну ладно. И покажете. С ней ты не разговаривала? Да нет, я его бежала, мне надо было сходить за этим. Ну ладно. За чайник. Сказала тебе, как... Попытай. Ты замуж-то вышла, полюбили за него? Да, я его очень любила. А он кем работал-то? А он работал на телевизионном заводе. На телевизионном заводе, да, на сборке телевизора собирался, а провода паял. В Анавле? Нет, в Омске. В Омске. Ну а причина-то развода какая? Ну вот это такая, о которой я сказала. Какая именно, повтори. Ну, что он много блудил, я этого не хотела, и я всегда обижалась, и все, и все, и все. А он сказал, ну мне говорил, что ты хорош, ты плохая, а не хорошие. Вот. Они лучше, чем ты, но только он их называл своими именами. На букву Б. И говоришь, он дрался, да? Ну и дрался. Ну а потом это самое... Мы уже хотели разводиться, когда поехали в Германию. Я первый год не поехала, они одни уехали, я осталась здесь, там. Я год жила с мамой. Ты кружку уронишь, он там у тебя стоит, на боку. Ну, может. А говоришь, что белые шпильки в голову втыкались? Ну да. А ты почему сразу не покорялась ему? Ты хотела, наверное, быть равной с ним? Да. Я хотела не то, чтобы быть равной, я хотела быть выше. Да, я считала, что я этого заслужила, а он... А он считал, что ты хочешь быть начальником? Да, а он так и говорил, что у меня дома не жена, у меня жена, начальник. У меня нет жены, у меня начальник. Ну знаешь, он прав в этом деле. Прав. Потому что это по закону положено. Да, а я вот этого закона, я его не знала и не подчинялась. А как с подружками соберешься и начинать. А вот я своему, а я-то своему вот так, а я... У-у-у, да я его под каблук. И вот, а я думаю, ну что-то надо. Вот, все. Мы вот так были воспитаны. А если бы ты была верующая, ты бы еще... Я бы... Муж не так, а ты святой воды в рот. Да. А я бы не была верующая. Он мне слово, я ему два. Он не напомнил, что вчера было, а я ему что, пять лет назад. Я, вы знаете, я даже, может быть, много слов не говорила. Ну, могла сказать такое слово ему, что он... Грамотная он была сильная. Вот. А у тебя не знакомых в то время старцев не было? А он не мог меня вот так парировать, таким образом. Поэтому он мне комментировал, полоком. А я, говорит, когда... Там уже выключать, наоборот, все переварится. А у вас цикл работает? Да. Да, да, работает. Я такое слышал, это стихотворение. Ну, и она такая пришла, не могу, говорит. Вот в семье разлад такой, Сталис. Он говорит, а я, говорит, помогу тебе. Дам святой водице, говорит. Как только ругаться на щеки, ты возьми ее и не проглатывай, во рту держи. И в следующий раз, как только дошло до слова-то, ах ты, лохудра, тут не можешь. Она хотела ему ответить, ты за своим смотри. У нее машина на прошлый раз заглохла, я пришла вся грязная. Я, говорит, скорее за водичку в рот. Он, говорит, пошумел, пошумел, утих. Следующий раз, говорит, опять что-то началось. Ах, так. А я, говорит, уже знаю, что отвечать. Слабые места. Найду, да в самое больное место его и ткну. А тут, говорит, бежу, бутылочка-то моя. Я скорее из нее полный рот наберу. Он, говорит, полный рот только набираю. И не проглатывай. Я, говорит, научилась держась. Я, говорит, целый час держу во рту. А он опять утихнет и подойдет, видит во мне изменения, подойдет, до поголовки погладит. Ты, Катерина, моя совсем другая стала-то. А я молчу, он не видит, что у меня вода-то святая-то. Если бы он знал, что у меня святая вода, так он бы, значит, по-прежнему стопнул, моя вода-то пролилась бы. Так вот, оно только пришло так потихоньку. Когда мы ссорились, я никогда не шла первой на примирение. Он всегда, он был на примирение. Какого ты мужа потеряла? Плакать хочется. Ну, я его, не то, чтобы теряла, я его, наверное, сделала таким. А звать-то как? Владимир. Ему сколько лет сейчас? В принципе, ну, ему сейчас 61 год. Зря он не пришел сегодня навстречу к нам. Мы завтра уезжаем в Прагу. Может, мы познакомились поближе? А если бы он сейчас вот, ну, все, сказать, осознал, увидел тебя такую прекрасную, какая ты есть, по форме, и сказал, ну, знаешь, ну, давай, прости меня, будем жить опять вместе. А он бы, Господь, ты услышал молитву, он бы обратился и пришел и сказал, в ноги поклонился, голубушка ты моя, да как же так получилось, что до друга-то потеряли? Как этот, поет, Горбачок, что же мы с тобой не поделили, разобрав в любви живую нить? Посчитай, слышала? Ну да, пока что он, наверное, не созрел, а потом он не созрел, у меня всегда туда. А потом он созрел, он будет меня обманывать, он очень сильно, много меня обманывает, он много лжет. Вот, а я уже не хочу. Давай, потру. А, вот на этой лучше. Как тебя растеряешь? Я все, тоже буду идти сюда. Надо что-то делать, а я потру. Надо же кусочки, наверное, творить. Как то, что это здорово. Сейчас, мы как то, что с вами пробуем. Так. Ты на сколько стоишь всегда? Ну, я стою, у меня, знаете, как будто кто будет. Без 24, как поддог. Но я, знаете, Тихонович, когда у нас встану, а иногда встану, а иногда проваляюсь. Ну, а ты когда не встанешь, это крещина какая-то. А когда, а просто, просто лень, просто хочется. Ну, ты как, вот не встала, когда ты чувствовала, что ты уже, это, вставать надо. Я чувствовала, что вставать, а мне неохота, мое тело хочет лежать под идеалом, а мне вот так, как-то тепло уйдет. Ну, вот, поэтому такая. А лишнее-то надо сбрасывать. Да надо. А вот тебя рост... Я постоянно, ну, мне постоянно хочется кушать, а мне надо, чтобы мне не популяться, мне надо мало-мало их. А если не... Да-ка ты делай так, через день по одному сухарику. А вот я сидела на сухариках. Я почему-то все делала. Я сидела на сухариках. И быстренько я наличу 14 кг вверх. А как ты думаешь, ты... А надо держаться. Брошина, надо держаться. Ладно, эта тема такая, понятная. Ты думаешь, а где он придет, нет? Ну, даже не знаю. Хотелось бы. Все в духе Божьем. Да. А жена-то его по пляжам вас любит или нет? Ну, любит, ну. Не знаю. Так, нужно вот здесь вот. Так, еще один один. Хоть побольше он лучше. Еще один? Ага. Ну, давай. Ну, а ты утром встаешь, или у тебя как распорядок начинается? Я встаю и валюсь. Валюсь. Я одна, у меня никто не мешает. Я молюсь. Я почти два часа молюсь. Угу. Я две кофизма читаю. С 18-й словом я каждый день читаю. А к нему еще одну кофизму запху. Вот читаю и... Вот как она умерла, я тогда не ее читаю. Она тебе не снилась? Нет. Не разу? А вы когда приехали туда крестить, это из Вады Балански, мне надо подписать фотографию, кто был, Валентина или Тамара. Я не могу разобрать, я обращаюсь к этой. Лина, кто из них? Она посмотрит, это Валентина, я вижу одинаковые, это еще что-то похожие к вам. Да даже наше общение не возникает. Не хочу быть без Бога. А это общение для меня, это вообще жизнь. Набрала холодной воды, горячую воду, а я сейчас, кудись у нас. Все, еще помочь? А ты что, она же чистая? Вот так варили ее. Нет, видите. Вы достаньте, пожалуйста, яйца. Они, наверное, уже сварились. Да они переварились пять раз уже. Много, что не должно быть. Смерки. Ох, ох, ох. И помочь, главное, Валентина, ничем уже нельзя, никак, да? Пока не знаю. Пока идет, как идет. А все в руках, Божий. Как он повернет, так и будет. А как он относился к внукам, которые появлялись? Ой, он их так и любил. Он их и до сих пор любит, а я не люблю. А как в Германии? Они его любят очень. А в Германии таких разводов много, нет? Ой, слушай, рядом. Особенно вот от старости лет мужики вообще, они, жен, жены любят менять. А я уже не старые, они все эти делаются, они все хочет молоденьких найти. Так, держи. Да. У каждого своя причина, да? Да. А жить вместе одна причина, покорность воли Божией. Мужа слушать Бога, а жене слушать мужа. И все. Вот ведь плохо, что видите, муж я так ищу Бога-то не слушает. А вот, я когда стала верующей, вот я тоже ему постоянно вот это вот все упреку ставила. Да. Что ты Бога не слушаешь. Что ты не по Богу ему поступаешь, что ты неправильно делаешь. Ну, вот так мы до первого сентября почти намерены тут. 9 июля вылезем, если уже в страну свою, а дальше у нас пойдет работа по югу. Ладно.